Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствует на своем канале. С вами Витарган177. Сегодня у нас на обзоре КамАЗ-43118. Итак, из описания по аддонам. Запасное колесо исчезает при использовании 120 очков ремонта. Платформа сортиментовоз с манипулятором. Прицеп сортиментовоз. Запасное колесо исчезает при использовании 120 очков ремонта. Дефолтный гаражный фургон. Дефолтный прицеп бензовоз. Свой груз. Платформа 4 очка. Средние бревна. Прицеп 4 очка. Короткие бревна. Автором данной модификации у нас является. Так, сойдет. Ну, по поводу приобретения данного мода. Объясню чуть позже. Непосредственно во время обзора. Ну, по поводу приобретения, если я сказал. Соответственно, ребят, этот мод у нас будет платный. Ну, стоимость его невысока. Всего на всего 500 рублей. Так что, прошу любить и жаловать. Все желающие приобрести данный мод по ссылочке под видео. Собственно говоря, что вас там ждет, я сейчас вам расскажу. А пока что, ребят, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Итак, ну что ж, давайте начнем. Перед нами КАМАЗ-4318. Вполне очень достаточно качественная моделька. Очень даже симпатично выполнен. По поводу, ребят, приобретения. Знаете, даже, знаете, да, вот, наверное, именно с этого я начну. По поводу приобретения. Под видео будет ссылка, ведущая на товар в моей группе. Вот. В описании к товару будет написано, то есть, будет добавлена ссылка на группу Psych19Rus. Вот. Данная группа, она находится в закрытом доступе. То есть, вам, чтобы стать участником этой группы, вам нужно подать заявку. Но при всем при этом, можно все равно написать сообщение в группу, если вы, допустим, вступать в нее не хотите. Но при этом вы хотите приобрести данный КАМАЗ всего-навсего за 500 рублей. Вот. Вы можете написать сообщение в группу, да. Вот. Но рекомендую вступить. Все-таки, да. Было бы, наверное, правильнее вступить в группу. Вот. Заявку отправляете на вступление. Одобряется заявка достаточно очень быстро. И, собственно говоря, там вы уже можете просто банально через товар написать продавцу и, собственно, приобрести данный мод. В принципе, если вы являетесь участником группы Psych19Rus, соответственно, вы можете сразу целенаправленно туда отправляться и приобретать, не переходя по ссылке под видео. Ну, как-то так, ребят. Короче, будут вопросы, пишите под видео, если что, подскажу. Вот. Ну, и вернемся, собственно говоря, непосредственно к самому моду. Значит, по моду. Вполне очень симпатичный КАМАЗик. Текстуры интересненькие, красивенькие. Присутствуют всевозможные мацанности, юзанности. Салон вполне очень благоприятный. Все достаточно очень хорошо детализировано. Оригинальная панель приборов от КАМАЗ. Присутствует дефолтная панель приборов. Само собой разумеется, да, куда нам без нее. Вот. Присутствует у нас даже вот такой вот симпатичный спальничек с вполне красивыми текстурами. Детализация на уровне. Даже на больше, чем на уровне в разы, если сравнивать с дефолтным. Присутствуют даже всевозможные крутелки, вертелки, открывашки дверей. Ну вот. Ну, все как бы в этом автомобиле есть. Даже вот, видите, присутствуют вот эти вот открывашки для, собственно говоря, окошек вот этих треугольничков. Вот. Ну, вполне, на самом деле, вполне годный автомобиль. Давайте мы его заведем. Звук, по-моему, оригинальный. Ну, оригинальный, он же дефолтный, что называется, два в одном. Вот. Потому что, на самом деле, оригинальный звук КАМАЗа на дефолте тоже, он, ну, я хочу сказать, что он реально преобладает. Вот. По функционалу, ребят, еще раз напоминаю, это у нас артиментовоз на базе КАМАЗа 4318. Удлиненная рама, благодаря которой мы можем с вами поставить охрененную автономку, перевозящую 4 очка груза. Ну, к этому мы с вами еще, безусловно, вернемся. Но давайте перед этим с вами включим ночь. При наступлении ночи, да и, в принципе, как только вы завели автомобиль, у нас появляются габаритные огни в головном освещении, габаритные огни на крыше, огни автопоезда. Присутствуют огоньки у нас также на крыльях, габариты, да. Сзади у нас какая-либо светотехника отсутствует, приобретается после установки тех или иных аддонов. Это тоже все мы, безусловно, сейчас с вами посмотрим. Вдаль светит, по принципу, ночью не заблудишься, ребят, но и уже было протестировано. Более того, мы уже карту прошли с такими, что называется, с полноценными ночами, да, карты Шибиры. Я больше чем уверен, что некоторые люди смотрели этот стрим и, собственно говоря, видели, какая там была темная ночь и насколько легко с этой темной ночью справлялся данный КАМАЗ. То есть, ну, ребят, да, я думаю, вполне все адекватно. Вот, присутствует анимация в топливных баках, ну, это все, как говорится, финтифлюшки, плюшки. Игры Модранер. Включаем день, выключаем фары и, собственно говоря, давайте уже наконец-то прислупим рассматриванию аддонов. Рассматриванию аддонов. Включаем панельку. Сразу хочу сказать, что данный автомобиль у нас перевозит 8 очков. Я считаю, что это очень правильное решение по отношению к тем, кто этот КАМАЗ будет покупать. Мод у нас приватный и чаще всего, ребят, на приватах ездят в одного, да, то есть проходят карты в одного. И, соответственно, заполнение лесопилок для прохождения в одиночном режиме, я считаю, как можно быстрее это будет, наверное, самое актуально. Вот, то есть одна ходка, одна лесопилка. То есть это, наверное, самое крутое, что может быть при прохождении карт в одного. Вот, ну и приступим. У нас присутствует бэкап викол. Собственно говоря, это у нас запасочка, ребят, вешается сзади автомобиля. Авторам было обещано, что эта запаска будет пропадать. Я больше чем уверен, что она именно так и сделает. Ну, я, конечно, могу сейчас нажать кнопочку пополнить. Вот, разогнать автомобиль, что называется, есть у меня силы. Максимальную скорость я, к сожалению, к сожалению, ребят, протестировать не могу. Вот, в меру того-то, что здесь у нас девятиступенчатая коробка передач. Вот, я надеюсь, сейчас, блин, где бы мне так на темный фон, что называется, направить-то. Ну, вот, на фоне рамы. В правом нижнем углу мы с вами видим, что сейчас включена первая передача из девяти. Ну, и, естественно, плюс задняя. Вот, да что ж такое. Вот, девять передач воткнуть на коробке с рулем не могу, к сожалению. Ну, я не знаю, но это, вот, я считаю, это, ну, может быть, недостаток, достаток. Может быть, плюс, либо минус. Я не знаю, ну, безусловно, что огромное количество людей играет на клавиатуре. Для них, в принципе, похрену, сколько там в нем передач. Ну, вот. Ну, а для тех, кто играет на руле с КПП, ну, тут уж, извините, обломитесь. Ну, единственное, что меня тешит, ну, что игра MadRunner, она, в принципе, не... не спортивная какая-то гоночная игра. Да, особо тут какие-то показатели по высоким скоростям демонстрировать нам не приходится. Зачастую мы ездим в загруженном состоянии, по грязи, где вот эти девять передач, они, нахрен, как бы никому не нужны, и мы обходимся, дай бог, там, ну, первый плюс один, да. Автомат вообще, наверное, крайне редко кто включает, потому что, сами понимаете, диф у нас разблокируется, если мы играем в режиме симулятор, да. Я думаю, что все такие, так скажем, бывалые игроки играют только в симуляторе. Вот. Ладно, хватит болтовни, давайте мы с вами исчезнем запаску. Да, запасочка, ребят, пропадает, на самом деле, собственно говоря, как нам было обещано, так оно все и происходит. Так, запаска у нас обратно появилась, так как мы нажали с вами кнопочку пополнить. И, собственно говоря, давайте мы с вами в таком случае поставим автономку. Вот. Вот такая, ребят, автономка. По работоспособности автономки, я думаю, всем все ясно и понятно, но, тем не менее, если кому-то что-то вдруг не ясно, не понятно. У нас раздвигаются опоры, опускаются опоры, до земли достают, все классно, все прекрасно замечать. Кстати, вот обратите внимание, то, что у нас здесь вот имеется вот такой тросик симпотненький. Он имеет свою анимацию. Автомобиль имеет огромное количество точек зацепа. Собственно говоря, две точки зацепа у нас, как говорится, на раме они у нас везде имеются. Одна точка зацепа сзади. Восемь точек зацепа на кониках, ребят. Ну и, безусловно, само собой разумеется, две точки зацепа у нас спереди. Вот. Ну и по работоспособности крана манипулятора, да, то есть как бы неотъемлемая часть демонстрации крана манипулятора, потому что все-таки мод приватный, поэтому, как говорится, разбираем по полочкам. Кран управляется очень легко, реально, то есть, да, вот без каких-либо проблем. Активируете функции, стрела и погнали, да, то есть очень легко управляется. Все, как говорится, загибается, разгибается, вытягивается, растягивается. Загрузились. Кнопочка вернуть, естественно, работает адекватно. Вот. Ну и давайте, наверное, мы с вами заложим их в зад, все эти опоры, и попробуем загрузиться. Перед погрузкой мы с вами еще зацепим прицеп в сортиментовоз. Вот он. И грузимся. Нам было сказано в описании, это то, что у нас на раму грузятся средние бревна, а на прицеп короткие. Ну, почему это сделано? Потому что многие любят покачу, не в том же числе и я, в плане погрузки. Если бы грузило и грузились и здесь средние бревна, и здесь средние бревна, то достаточно было бы положить одно бревно сюда, два сюда, либо наоборот, и, в принципе, можно было бы спокойно уже загрузиться. Но это как бы такой вот косяк игры, в этом никто не виноват. Присутствует блокировка на передней оси прицепа, благодаря чему вы сможете спокойно маневрировать, находясь в тех или иных каких-то затрудненных ситуациях, будь там тесно, будь еще что-то, да, там еще... То есть вот заносить, что называется, прицеп при заблокированной поворотной передней тележке гораздо проще. Вот, блок отключаем, скидываем с вами груз. Что мы с вами получаем? Ну, как я говорил, 4 коротких бревна в прицеп и 3 средних бревна непосредственно сама платформа. Значит, по прицепам, ребята, это у нас не все. Присутствуют еще 2 дефолтных прицепа. Это у нас, собственно говоря, гаражный фургон, 2 очка гаража, и топливный прицеп емкостью 1600 литров. Ну, это уже так, чисто дополнением идет. Больше аддонов, ребят, здесь нет. То есть автомобиль, по большему счету, предназначен именно для перевозки бревен. Вот эти 2 прицепа, они имеются, конечно, ну, наверное, не только потому, что вот, как бы, лишь бы чего там прописать, да? Нет, скорее всего, они были поставлены на этот автомобиль для того, чтобы можно было при прохождении тех или иных карт, собственно, зацепить эти прицепы, потому что многие картоделы эти самые прицепы используют, просто вот расставляя их на карты. Да, ну, гаражные фургоны, само собой разумеется, мы их на карте ищем, вот, мы их находим, мы их цепляем, мы открываем ими гараж. Ну, и, собственно говоря, топливная цистерна тоже встречается достаточно часто на картах. Ставятся они там, чтобы подцепить ее можно было, подзаправиться от нее и так далее. То есть, я так предполагаю, именно вот только вот из-за этих побуждений, собственно говоря, и были поставлены данные прицепы. Вот, ну, давайте, наверное, уже наконец-то прокатимся, потому что, конечно, болтовня, это все прекрасно, все замечательно, но хочется, безусловно, еще и прокатиться. Вот, давайте, наверное, съездим вот достаточно очень редкое испытание для автомобиля. Это угол наклона, да, то, насколько вообще комфортно себя будет чувствовать автомобиль. При крене. Крен достаточно здесь такой, не маленький. Ну, дефолт, в принципе, здесь тоже справляется, но, правда, дефолт здесь справляется с четырьмя очками погрузки. Давайте мы сейчас с вами еще в обратку съездим. Вау, а вот здесь вот не справился. Здесь у меня, блин, ну, надо было придерживаться мне колеи, на самом деле, поэтому мы, собственно говоря, с вами и завалились. Блин, эпик какой-то прям приключился, на самом деле. Так, надо было придерживаться колеи. Вот, ну, я, в принципе, хотел еще и развернуться и обратно проехать, потому что хочу заехать еще на одно испытание. Ну, на самом деле. Вот, еще на одно испытание, тоже, которое крайне редко у нас бывает на обзорах, вообще, наверное, даже ни разу не было, но, тем не менее, у меня на карте это испытание есть. Испытание, я это назвал ступеньки, вот, сейчас, чуть позже вы поймете, почему. Вот, впереди, видите, мостики, да. Да что ж, я сегодня-то... Так, давайте, наверное, третью какую-нибудь а-ля передачу. Нет, 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 очень большой свес, да, то есть, ну, не получается у нас сюда... Ах, хотя, чего это, смотрите, ребята, ни хрена себе, вот она я. Блин, ну, я уже было почти обнадеживался, то, что я не думал, что автомобиль заедет. Вот, и почему, собственно говоря, ступеньки? Вот здесь вот такие, вот, видите, маленькие мостики, вот, и мы вот так вот, допустим, хопа, съезжаем. Да, то есть, здесь мы с вами делаем такую своеобразную диагональ по передней оси. Дальше съезжаем. Так, давай, родной, давай. О, о, блин, тормоза не держит ни разу. Ха-ха. Так, ну, давайте, знаете, вот, наверное, вот такой вот скриншот на превью. Ну, блин, я не знаю, ну, может быть, не такой, я не знаю. Ну, короче, съехал, съехал он нормально, потому что есть машинки, которые... Ой, ну, жопой, да, жопой я, конечно, саданулся неслабо, так, вон у меня фары помялись, блин, короче, все, ремонтировать надо. Вот, есть автомобили, у которых подвеска, она дубовая, и вот эти вот неровности отыгрываются очень хреново, особенно если еще у этого автомобиля развесовка неправильная. Вот, то есть при крене, допустим, да, там, пытаются там и доделать дело, типа, морда должна быть тяжелее, а тут двигатель, а то то, что у нас здесь рама, извините меня, вот такая, они что-то про это забывают, да, и делают развесовку, типа, морда тяжелая, да, и, короче, при прохождении вот этого препятствия, ступеньки, подвеска жесткая, морда тяжелая, и он прям кренится весь, и чуть ли не чебурахает, ну, у меня один даже чебурахался. Вот, то есть, ну, как-то вот так. Я считаю, что мод должен быть вот такой вот, он сбалансированный должен быть, что, в принципе, мы здесь с вами и увидели. Баланс развесовки на этом моде, он преобладает, конечно, в большом количестве, то есть, реально было грамотно здесь все это дело проработано, вот, и плюсом, безусловно, подвеска, да, то есть, подвеска отыграла вот эти самые ступеньки очень даже хорошо. Ну, вот пока болтали, ля-ля-ля-та-паля, и мы, собственно говоря, с вами попадаем на болото. Блин, ребят, ну, что я хочу сказать по поводу болота. Краз 255, ну, именно на Кразе 255 я тестировал данное болото, на второй передаче ему здесь ехалось очень тяжело, ну, прям пипец, как тяжело, понимаете. Вот, здесь же я еду на второй передаче, вполне очень даже комфортно. Ну, лично мне нравится, как он идет на второй передаче. Вот, я особо, как бы, этот мод не тестировал, именно в грязюке, вот, но мы все-таки вчера прошли карту Шибир, да, то есть, Шибир-зима. Вот, там он действительно показал себя очень даже неплохо, этот КАМАЗ. Проходимость у него на самом деле достойная. Вот, поэтому... Поэтому я больше чем уверен, что и с болотом у нас теоретически проблем быть тоже не должно. Вот, но единственное, здесь, конечно, есть у меня где-то такие подлянистые места, там можно нырнуть, что называется, аж чуть ли не заглохнуть, или заглохнуть вовсе. Вот, но это уже будет в конце карты. То есть, в конце карты, в конце болота, что-то я забрехался маленько. Вот, в конце болота. Болотина, на самом деле, очень большая, длинная. Вот, я даже вам помогу показать, какая это болотина, что из себя представляет. То есть, она вот, можно сказать, чуть ли не во всю длину карты, да, то есть, во всю длину полигона. Это, на самом деле, очень большое болото. Вот, и не знаю, будем ли мы его все проезжать. Вот, ну, пока что мне нравится, как мы едем. Вот, правда, мы на брюхо здесь вот малеха сели. Ну, здесь такие вот и, ну, видите. Ну, конечно, да, за счет длинной рамы ему тяжеловато преодолевать вот эти вот неровности. Резкие спуски, резкие подъемы. Вот, то есть, получается, что морда вроде как уже воткнулась, а жопа еще висит. Вот, если жопа висит, соответственно, у нас вывешиваются две задние оси. Что значит вывесить две задние оси, когда у нас колесная формула 6 на 6, да? То есть, мы теряем две трети проходимости нашего автомобиля. То есть, ну, это, на самом деле, это очень много. Учитывая, что мы сейчас загружены с вами на 4 очка, а вес здесь прям, ну, чувствуется, что это вес 4 очков, если не больше. Вот, потому что машина идет реально очень туго. Вот, ну, кстати, вот благодаря весу оно, может быть, и хорошо и едется. Потому что, если бы машина весила бы мало, то вполне возможно, что, если бы она была легкая, она, может быть, и херово бы и ехала. А здесь чувствуется масса, и машина, что называется, продавливает всю возможную грязь под колесами, добирается до твердого грунта. И, благодаря этому, едет очень даже неплохо. Ну, на самом деле. Вот на второй передаче, ребят, всю болотину, это, вы знаете, не так просто проехать, я считаю. Ну, я, конечно, доехал бы, ребят, до конца. В принципе, я уверен, что половину мы проехали. Ну, да, даже больше половины мы проехали. Но давайте, наверное, все-таки уже прибегнем к каким-то другим испытаниям. Испытание это у нас будет, наверное, гора кто выше. Ну, не знаю, не знаю, честно говоря, насколько это, опять же, тест такой, знаете, тоже своеобразно. Тестируется мода здесь исключительно с погрузкой на 3 очка. Здесь у нас погрузка на 4 очка. Вот. И все-таки коробка у нас здесь 9-ступенчатая. А тестирую я зачастую на модах, где 5-ступенчатая коробка. Какую роль будет здесь играть именно вторая передача, на которой я чаще всего тестирую, я, честно говоря, не знаю. Вот. Поэтому, поэтому трудно сказать будет, насколько правильный будет тест по отношению к этому автомобилю. Ну, пока что, ребят, едет, я хочу сказать. Вот дефолтный Урал уже победили, да? Крас, ребят, мы с вами победили. Подбираемся к Амазу 4310. Блин, ну он прет. Он реально прет четырьмя очками. Ну, здесь он буксует, и что-то особо как-то он... Да нет, в принципе, ребят, едет пока что. Не, все, закапываться начинает. Я больше чем уверен, что мы сейчас здесь вообще перевернемся. Что-то вот... А, все, вот, все, слетела вторая передача. И мы, собственно говоря, тоже слетели. Ну, благо, на бок завалились и никуда дальше не улетели. Ну, в принципе, в принципе, ребят, можно оценить, да, все происходящее. То, насколько далеко мы заехали. Вот он, КамАЗ 4310. Вот, да, можно даже вот прямую линию, грубо говоря, вот так мы с вами проводим. И мы здесь с невооруженным глазом видим, что, в принципе, передняя ось КамАЗа 43111, она оказалась дальше, чем у КамАЗа 4310 с погрузкой на три очка. Ну, на самом деле, я считаю, это хороший показатель. Я считаю, что приватный мод именно так и должен ездить. Вот. То есть у него должна хорошая быть проходимость. Потому что люди покупают приват с расчетом на то, что они не будут себя чувствовать нищебродами какими-то. Правильно? Вот. Поэтому я считаю, вполне, да, да, здесь проходимость не дефолтная, да. Но при всем при этом она нужна, эта проходимость, для приватного мода. Давайте, наверное, в среднюю грязь мы с вами забубенимся. То бишь, это у нас медиум. Лайт не вижу смысла. Все-таки автомобиль полноприводный. Поэтому мы сразу с вами бубенимся в среднюю грязь, в медиум. То есть, по большему счету, это та самая грязь, которую мы чаще всего с вами видим на картах. Начиная с дефолтным, заканчивая пользовательским. Если карта адекватная, то именно такая грязь, она и будет. Вот. И вот так вот он будет, этот КАМАЗ 4310. Фу, блин. 4318, собственно говоря, справляться с этой самой грязью. То есть, на второй передаче газ в пол. По большему счету, без каких-либо... Ну, есть, конечно, пробуксов. Но, тем не менее, мы проезжаем эту среднюю грязь с четырьмя очками погрузки. Опять же, с четырьмя очками погрузки, а не с тремя, как я обычно тестирую моды. Вот. Давайте в хардкор. Ну, я хочу реально в хардкор. Супер хард. Я не полезу. Вот. Но в хардкор залезть, я считаю, стоит. То есть, хардкорная грязь. Что это такое? Ну, это экструдос на сто. Да? То есть, в редакторе выдавливаем, что называется, выставляем шкалик экструдос на сотню и проводим. Проводим по ландшафту. Вот. Вот это экструдос на сто. Да? Называется. То есть, это хардкорная грязь. Вот. Ну, также есть еще у меня на полигоне супер хард. Ну, там это, вы знаете ли, из разряда уже мутаген мутагеном. Там, как говорится, у меня Урал Виторган прикуривает. Вот. А здесь, как бы, КАМАЗ вполне адекватный. С вполне адекватной внешностью. Это не имбомобиль никакой. Соответственно, и требования к нему будут только по супер... Ой, только по харду. По супер хард мы с вами, безусловно, не полезем. Вот. Ну, в харде сложновато, конечно. Сложновато. Если учитывать еще, что мы вдруг намылимся проходить карту вот с такой вот неадекватной грязью. Если плюс, у нас еще будет прицеп на четыре очка. Ну, реально будет прикурибельно. Также здесь еще и отсутствует тинт. Да, то есть тинт, он дает вязкость такой своеобразной грязи. То есть раскапываете, закапываетесь. Вообще достаточно быстро. Вот. Здесь тинта нет на этой хардкорной грязюке. Вот. Ну, в принципе, едет. Да, я что могу сказать? Да, едет машина. Тяжко, но едет. Вот. Ну, в супер харде реально делать нечего. Смотрите, такая борозда за мной. Прямо ду-ду-ду-ду. Да? Нехило так мы прокопали. Короче, с хардом, ребят, он тоже справляется. Вполне нормально, я считаю, справляется. Вот. Ну, единственное, что осталось. Я не знаю, куда нам податься-то. Максималку проверять я не буду. Сами понимаете, да? То есть я не могу на шестиступенчатой коробке передач разменять 9, да? То есть передач, которые имеются на этом автомобиле. Отключать руль в настройках тоже, честно говоря, никакого желания у меня тоже нет. Вот. Поэтому обойдемся, что называется, без максимальной скорости. Опять же, я повторюсь, как сказал уже, что эта игра не какой-то там спортивный симулятор, да? Гоночный, да? То есть здесь как бы высокие скорости, они нужны, знаете ли, настолько, поскольку, если только это не соревновательное какое-то такое мероприятие. Вот. В данной ситуации я считаю, что мод едет здесь вполне хорошо. Реально комфортно идется мне вот едется на этом моде. Ну, что, давайте, раз уж мы сюда с вами заехали, вот, давайте проверим уровень нанесения урона водой. По работоспособности подвески, я думаю, ни у кого вопросов не возникает, но если возникает, то давайте и сюда тоже заедем. Вывесим автомобиль на диагоналках, посмотрим, как оно пойдет. Сколько? Одна единица урона сейчас прилетает? Ни одной. Смотрите. Вот уровень лобового стекла уже давным-давно, что называется, нас постиг, да? То есть мы видим, вот она, она уже вода, где? Да, вот он уровень лобового стекла. Обычно на дефолте, вот на этом самом уровне уже начинает прилетать урон. Здесь же мы с вами пока что урон не получаем. Неужели здесь уровень на уровне воздуха на? Ну, давайте проверим, чуть дальше проедем, да? Давайте, как говорится, еще говорить. А, нет, вот он пошел. На половину лобового стекла, ребят, у нас пошел. Вода пошла, и мы сразу с вами начали получать урон. Ну, в принципе, немного урона, я хочу сказать. 11 по 11 единиц, оно там что-то прилетало. Крайзик, вот, например, дефолтный, он вообще здесь прикуривает по полной программе, получает сразу максималку. У него там только что огни автопоезда торчат еле-еле на 255-м. КамАЗ не то повыше, что ли, он получается, наверное. Потому что, ну, видите, покуда вода у нас дошла. А у Крайзика реально только огни автопоезда торчат, не более. Вот, ну, давайте проверим подвеску. Подвеску я, наверное, все-таки проверю в этом, господи, на загруженном состоянии. То есть, для чего я проверяю подвеску на загруженном состоянии? Ну, чтобы увидеть вообще, каково оно будет выдавливаться. Все это на максимальной загрузке, что называется, да, при прохождении карт. Как оно будет все это дело смотреться? Так, ну вот, нет, задок не надо мне сейчас сюда загонять. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Колесики ровненько ставим. Свободную камеру включаем. И, собственно говоря, полетели, подлетаем. Ну, блин, ребят, ну, ходы на самом деле достаточно очень большие. Реально большие ходы. Смотрите, какие ходы огромные. Просто смотрите. При всем при этом колесо никуда у нас в крыло не уползает. Достаточно очень неплохой зазор при всем при этом остается. Да, то есть, ну, блин, ну, детализация, ребят, на уровне. На самом деле классненько все сделано, красивенько. Так, ну, что я хочу добавить, ребят? Ну, честно говоря, вот дырку я нашел. Я хочу добавить, что здесь дырка. Надо заварить. Вот. Ну, давайте, ну, с передней подвеской, я думаю, все ясно, понятно. Давайте по поводу задней подвески посмотрим, диагоналочку, как он выдержит, не выдержит или завалится. Не, ребят, ни хера не завалится. О, смотрите, вообще, да? Охереть, вот это да. Мы вывесили, по-моему, переднее правое колесо сейчас. То есть, это максимально... или не вывесили? Не, вывесили. Походу, ребят, вывесили мы колесо. Во, вот это ход. Вот это ход подвески, ребят. Охренеть, да? Но при всем при этом, смотрите, задние колеса тоже, смотрите, еще какой зазор остается до крыльев. То есть, не будет вот этого вот гребанного засаживания колес в крылья при прохождении тех или иных, как у нас обычно бывает на дефолт. Да, там, возьмем, к примеру, там, Урал, там, 300... Ой, ну, 375, либо 4320. Как оно часто бывает, едем с четырьмя очками, у нас колеса уже задние в распуск, в платформу лесовоза уже начинают уходить. Но, вот, смотрится это, конечно, несколько отвратительно, да? То есть, здесь же вы такого не увидите. То есть, как бы оно видно. Блин, дырку я увидел, конечно. Это вообще, конечно, что-то как-то палевно получилось. Не знаю, что там дырка-то делает. Может, вентиляция там, мало ли, водитель пердун какой-нибудь, да? Там, чтобы оно проветрилось тут же сразу, ну, всяко бывает. Что мы, не живые, что ли, да? Пердануть не можем. Вот, ну, да ладно. Что еще добавить, ребят? Ну, не знаю, честно. Честно говоря, не знаю, чего добавить. Лично мне мод очень нравится. Реально доволен модом. Доволен тем, что я его приобрел. Вот. Так что, как говорится, не проходите мимо. Приобретайте. Вот. Как это сделать, я уже сказал. Да? То есть, психу 19 рус, добро пожаловать. Товар там иметься. Вот. Зашли. Понюхали, посмотрели, написали. Посмотрели обзор. Поняли, что мод годный. И, собственно говоря, приобрели. Вот. По поводу приобретения. Мод, по-моему, приобретается не только в стиме. Ну, и, собственно говоря, по-моему, файлами, архивом. Не знаю, кэшированный, скорее всего. Вот. Ну, как-то так. Там вы уже непосредственно с самим автором договоритесь. Ладно, ребят, давайте мы на этом с вами будем закругляться. Огромное спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте. Заходите к нам в Дискорд и посещайте наш сайт. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok